Привет всем! Сегодня околопарфюмерное видео, в котором мы будем разговаривать по поводу парфюмов, которые у меня подошли к концу. Закончились в последние несколько месяцев. Я их просто отставляла в сторону и сегодня хочу вам о них поведать. Это 30-миллиметровый Burberry London. Я очень рада, что взяла маленькую баночку, потому что меня смутил этот аромат, честно говоря. Взяла так на затест. 30 миллилитров мне удается прикончить достаточно быстро, обычно, если парфюм не очень стойкий, потому что я ношу с собой в сумочке маленькие версии и обновляю. Этот парфюм для меня стал немножечко даже неприятным к концу носки. Это как бы такая немножечко цветочная жвачка, на мой вкус. Достаточно навязчивый аромат, от него может заболеть голова. В средней стойкости и неплохой у него сияж. То есть проекция есть. Флакончик сам по себе не могу сказать, что мне нравится. Это вот это вот тканевое покрытие. Мне не очень нравится. И спрей был неплохой в этом флакончике. Некоторым людям важно насчет спрея. Так вот этот Аде Парфам продается сейчас недорого. Но думаю, если вы любительница немного цветочных и очень фруктовых ароматов, то может быть он вам действительно понравится. Есть от него нечто такое, как баблгам. Розовая жвачка. Создается немножечко впечатление, может быть, ягодно-арбузной жвачки какой-то. Это может быть неинтересно именно, если фруктовость вызывает у вас восторг. В общем, я очень рада, что закончился у меня этот аромат. Честно говоря, больше его брать не буду. Хотя мне нравятся многие ароматы от Бербери. У меня они многие есть, о них потом поговорим. Сейчас прямо с Акрилитш будет у нас. Это аромат Анаэ Мори. Самый, что ни на есть, классический. Выпущен довольно-таки давно. Этот аромат любимчик очень многих людей. Я брала 50-миллиметровую от туалета. Это туалетная вода. Я не уверена. По-моему, парфюмерной воды они не выпускают. Только туалетная вода. Ну вот. Не могу сказать, что конкретно меня смущает в этом аромате. Но он довольно немножечко компотный. В нем нету манкости или заманки никакой для меня, на мой вкус. В нем присутствует некоторая древесина в базе. Но дождаться, пока эта древесина куда-нибудь выползет, чтобы показаться, ждать надо долго. Поскольку доминантные ноты, во всяком случае, для меня являются действительно ягоды. Ягоды, ягоды, ягоды. И еще присыпано ягодами. Ягоды не лесные, зеленые, может быть, с листочками. С куста. А именно ягоды вареньевые немножечко. Опять-таки, аромат очень фруктурный. Есть в нем некоторые древесные ноты. Почему я его купила? Именно из-за этой древесности. Но на моей коже эта древесность немножечко улетучивается. Эфемерная становится. Нету никаких, кроме ягодных нот. К сожалению, вот не сработало на мне. Довольно легкомысленный аромат, должно сказать. Нету в нем какого-то серьезного потуга на какие-то сильные эмоции. Просто приятный, ненавязчивый. Довольно не очень держится. Весьма средний, может быть, даже ниже среднего. Но вот не могу сказать, что плохой. Он действительно неплохой аромат. Он может подойти многим. Я думаю, он не злобный. Но для меня он оказался очень не моим, неподходящим. И к моей коже, не к моим парфюмерным предпочтениям. Пожалела, что купила, но он у меня закончился благополучно. Следующий аромат прекрасен. Очень хорош. И даже в своей фруктовости и сладости имеет манку, какую-то заманку, какую-то интересную черточку. Что-то, что мне хочется нюхать еще и еще обонять. Это Rouge et Galée Fleur de Figui. Это на Eau de Parfum. Это довольно легкие парфюмерные водички. Стойкость средняя. Сияж средний. Но запах, конечно, прекрасный. Почему я купила эту воду? Потому что я ее попробовала. Мне подарил ее муж. Потому что он знает, насколько я люблю парфюмы. Поэтому он мне довольно-таки часто делает подарки парфюмерного характера. И вот я дала ему знать, что мне понравился этот аромат от Rouge et Galée. И после того, как я немножечко о нем больше узнала, я узнала, что композицией этого аромата занимался Франсиско Кузан. И неудивительно мне стало, что мне этот аромат понравился. Его ароматы имеют действительно некоторый интерес, что-то особенное. Практически всегда, довольно часто, во всяком случае. Поскольку я не люблю очень сладкие ароматы, мне обычно тяжело найти сладкие ароматы, которые мне будут приятственны. Вот этот вот Fleur de Figue действительно интересен. Это такой засахаренный инжир, может быть. Засахаренные сладкие фиги инжир. Сушеные какие-то сладостные-сладостные засахаренные фрукты. Действительно аромат, как нам дают знать на упаковке, действительно фигей. Но в нем есть какая-то такая гурмандистская нотка. Что-то такое съедобное. Аромат мокрый довольно-таки. Мне подарил его муж летом. Летом я его носить не смогла. Я носила его прошлой и этой осенью. Использовала весь 50-миллилитровый флакончик этого De Parfum. И очень даже думаю, что, скорее всего, приобрету его в будущем. К счастью, Рожей и Галей недорогие ароматы выпускают. Сравнительно недорогие. Поэтому можно его использовать не особенно жалея. Аромат действительно интересен. Отсылает к каким-то, может быть, израильским сладостям, продающимся на базаре. Что-то такое интересное. Что-то такое немножечко даже смахивающее то ли на старину, но свежие засахаренные фрукты. Но какие-то там, может быть, в первом веке, которые продавались. В Иерусалиме, например. Не знаю, почему создается такое впечатление. Но действительно, это сочность. Это такая сладостность, немножечко тягучесть. Но не такая, что напоминает про какие-то пироги. А скорее, вот это вот какой-то такой очень утонченный фруктовый десерт. Скорее всего, который тысячами лет уже естся в той части света. Следующий парфюм, к сожалению, меня разочаровал опять-таки. Но должна сказать, что я не ожидала многого от него. Поэтому схватила по какой-то очень смешной цене, просто чтобы попробовать. В конце концов, использовала его, но больше так... Не для души. Это не парфюм для души. Это Katie Petty Killer Queen весенняя розовенькая, с розовеньким соком. И розовая водичка. Такая весенняя, которая выпущена была в этом году, в 2016. Лимитированная. Если кто-то хочет купить для себя, могу предупредить, что вряд ли понравится всем. Ничего общего с предыдущими Killer Queen он не имеет. Они все были достаточно тягучие, сладкие, достаточно фруктовые, засахаренные. Но это совсем другое дело. Это полиэтиленовые цветы, пластиковые. И полиэтиленовая же довольно мокрая роза. Точнее, представление человека о розе, который видел ее на картинках или, может быть, рисовал фломастером похучим. В общем, вот эта вот упаковка, конечно, потрясающая. Очень интересная. Мне нравится. Правда, когда ее трогаешь, вот это все дело, оно очень дешевое. Но запах действительно немножечко клубничный какой-то и какой-то такой абстрактной розой. Но не интеллектуально абстрактный, а именно пластиково-абстрактный. Пахнет очень нестойкий аромат. Очень, ну очень нестойкий. Исключительно нестойкий, я бы сказала. И сияж у него минимальный. Он звучит минут 20, а потом испаряется очень быстро с кожей. На коже не держится совсем, на одежде чуть лучше, но тоже очень плохо. В общем, вот этот я совершенно не советую. Если некоторые ароматы, которые мне лично не понравились, я могу посоветовать. Так как я в них наблюдаю какую-то идею, замысел или качество неплохое. Вот здесь вот нету ни одного, ни другого, ни третьего вообще. Сказал бы, на мой взгляд, кроме упаковки симпатичной и то. Под вопросом я ничего не увидела здесь интересного. Следующий флакончик, к сожалению, к большому моему, я выбрасываю. Почему? Это Дэвид Юрман. Его оригинальный аромат, называющийся Дэвид Юрман. Он течет у меня, к сожалению. У меня вот сейчас все руки пропахли, хотя я его только что подобрала. Этот аромат я буду покупать еще. У меня его осталось немного. У меня в 30-миллиметровом формате. Он здесь, как у De Parfum. У него гораздо интереснее упаковка в большом формате. Скорее всего, я буду брать большую. Следующий раз. Обязательно закажу этот аромат еще раз. Просто не могу, потому что носить с собой не могу. Он проливается. Он загаживает все, что лежит у меня в сумке. А потом руки от него не отмыть. Вот у этого-то, у Дэвида Юрмана, стойкость просто какая-то термоядерная. Он звучит хорошо и довольно долго. 6-8 часов на меня. А с меня ароматы улетают очень быстро. Включая такие атомные, как некоторые ароматы селективные и дизайнерские. Атом, фор, например. Они на мне держатся вот примерно столько же, а часов 6. Дэвид Юрман ничем им не уступает. Чем интересен этот аромат? Это просто восторг. Это тоже роза, как и предыдущий. Но эта роза, она наполненная каким-то вожделенным и вожделенной истомой. Какая-то такая роза. Мерлин Монроевская. Отличный аромат любителям розы. Очень советую попробовать. Плавает где-то, где плавает Жюллетт Хезеган, Леди Венжинс. Там же плавает, допустим, Ажан Провокатюр. Вот для меня это в том направлении. Это действительно больше всего мне напоминает сочную, такую распустившуюся, мясистую очень розу. Зелени здесь немного, но это пахнет таким ядреным розовым маслом. Из каких-то камфр, из каких-то бутылей, которые откопали в какой-нибудь гробнице. То есть, такой густой-густой, не особенно сладкий, а именно отличнейший розовый аромат. И розовый, в смысле розы, не розовый, девчачий. Просто исключительный. Очень интересно. Я очень советую. Вот сейчас, видите, флакончик мой протекает. Я вся уже облита этим ароматом. Буду пахнуть весь вечер. Засну с ним и проснусь с ним. Очень интересно. Я бы посоветовала любителям ароматов, выстроенных на розе. Это действительно благородная, грузастая, такая жизнеутверждающая роза. И развивается он на коже довольно интересно. Он всегда остается ароматом розы. Но этот аромат известен тем, что в нем нету какой-то очень строгой пирамиды. Он раскрывается как бы весь в одно и то же время. Это прямо огромный букет, который сваливается на вас миллионом алых, таких мясистых, бархатистых роз. Очень красиво. Следующий аромат. Это достаточно тяжело. Это Клёэ или Клоуи. Одафляра лаванда. То есть лавандовый аромат. Из их лиментированной линейки разные цветы были представлены. Это интересный запах. Действительно лаванда. Должна признаться флакончик, конечно, интересный. Здесь гравировка Клёэ. И такой массивный кубик. Это 100 миллилитров здесь было. Они, по-моему, продавались только в этом формате в свое время. Несколько лет назад было. И этим можно кого-нибудь убить. Он очень тяжелый. Аромат нестойкий. Аромат нешлейфовый. Аромат довольно-таки интимный и шепотный. Не кричащий совершенно. Действительно, здесь есть лаванда. Она довольно-таки нежная. Она перекликается с некоторыми нотками талька для тела, которые использовали наши бабушки. Дорогого, прекрасного талька для тела. Есть какие-то абстрактные цветы. Немножечко, чуть сладковатая база. Но ни сладостью, ни тонкой, ни ванилью он на коже не раскрывается. А именно звучит как такая вот легчайшая лавандовая пудра. Винтажная. Этот аромат, конечно, любой аромат можно причислить к унисексу. И носить может аромат кто угодно, кому он нравится. Мужчины, женщины, молодые или в возрасте, неважно. Но это такой, на мой взгляд, довольно-таки ни к чему не обязывающий. Очень офисный, очень легкий в носке. Ненавязчивый, не очень притязательный аромат. С намеком на лаванду. Но эта лаванда не такая, не как освежитель воздуха, не как освежитель воздуха в машине, не как лавандовое мыло. Чуть больше, правда, в ту сторону. А именно как такая легчайшая пудра с запахом немножечко лаванды, которая долго испарялась, десятилетиями. И где-то вы ее в Атике нашли и выкопали, и достали, и вот вдохнули этот аромат. Очень деликатный аромат. Опять-таки, не могу сказать, что качество здесь настолько высокое, что оправдывает цену. И не буду советовать, чтобы вы искали его очень уж настойчиво, если, конечно, вы не болеете лавандовыми ароматами или не пробовали эту линейку сами по себе раньше. Следующий пустой флакончик. Это очень интересная вещь. Это Eau de Colange Reviens от Worth. Вот он здесь какой. Это флакончик Dabber. Что это значит? Это значит, что у него нету спрея. У него вот такое вот горлышко. Очень старый аромат, первая половина 20 века. Это Eau de Colange, поэтому не стоит ожидать особенной стойкости. И шлейфа в нем тоже вы не найдете. Этот аромат базируется на желтых цветах. Мне очень нравится, как он пахнет из флакончиков. К сожалению, желтые цветы я не очень люблю обычно. Они на мне не раскрываются хорошо. Конечно, в любом правиле есть исключения, и это неправда для всех парфюмов. Но в большинстве в своем я немножечко держусь подальше и с осторожностью отношусь к желтым цветам. Эти желтые цветы мне не подошли. Однако я очень советую вам попробовать этот совершенно классический, действительно винтажный аромат. Его можно найти только онлайн, насколько я знаю. Здесь есть какие-то желтые цветы, довольно свежие, довольно аутентичные. Есть некоторые шипровые элементы на мой нос. Я не смотрела пирамиду этого аромата. Это классика классическая. И, скорее всего, больше я его не куплю. Но оставила на себе интересную память. Ни на чей нос не посягнет. Вот, я думаю. Но здесь есть некоторая, может быть, гвоздика. А может быть, так нарцисс раскрывается. Немножечко не нравится. Некоторая горечь, но не та горечь, которая интеллектуальная, интеллигентная, приятная, интересная, пикантная. А именно такая горечь, немножечко прогорклая. Хотя аромат этот новый. Он до сих пор выпускается. Это не старый флакончик какой-то винтажный, который долго простаивал. И сносила я его очень быстро. То есть он долго не стоял. Очень может быть, что мне попался плохой флакончик. Но это он был куплен новой производства. Я не уверена, когда он был произведен. Просто потому, что на этих флакончиках нету вот таких вот опознавательных знаков, как на большинстве парфюмерии, которые я бы показывала, когда он выпустился. А может быть, и есть. Сейчас выпускает это дело лолик. И эти 30 миллилитров у меня ушли очень быстро. Больше брать я его не буду. Но я рада, что я познакомилась с этим ароматом. Во всяком случае, я всегда пытаюсь принюхаться к желтым цветам. Может быть, когда-нибудь я до них дорасту. И нос мой их примет. Но сейчас к шалерам пока этого не произошло. И два пробника. Два пробника, которые состоялись, закончились в моей коллекции. Это Ангел Туалетная вода от Теримугле. Именно не Адепарфам, который у меня есть в полном размере. А это именно Туалетная вода. Туалетная вода гораздо менее интересная. Более мейнстрим, я бы сказала. Мне она была очень приятна. Я люблю Ангела. Есть люди, которые просто не переносят его. Он кажется им очень неприятным ароматом. На мне он раскрывается удачно, слава богу. Но не на всех он раскрывается удачно. Не всем повезло. Этот аромат, я думаю, будет гораздо менее вызывать разногласий. Он действительно Ангел. В нем костяк ДНК Ангела действительно есть. Но он гораздо более мягкий. Немножечко более женственный. Немножечко более округлый. В нем гораздо больше проглядывается ягод. И нету этой некоторой терпкости, пикантности, которая есть в Ангеле. Он стойкий. Шлейф у него больше среднего, я бы сказала. Очень хороший аромат. Мне очень понравился. Я даже думала купить после этого пробника. И очень хотелось мне его купить. Но я потом пошла и в магазине же попробовала в парфюмерном бутике. Попробовала на одну руку нанести Eau de Parfum, который у меня уже был много лет. И я заполняю флакончик в парфюмерном фонтане в бутике Теремюгри. Так этот товарищ Eau de Toilette был все же менее зазывным на мой нос. Поэтому я решила, что из двух, даже если бы у меня было два, я бы все равно, скорее всего, больше пользовалась Ангелом оригинальным. То есть Eau de Parfum. Хотя, может быть, когда-нибудь и спокушусь я купить себе Eau de Toilette. Но в настоящий момент не чувствую нужды очень сильной. Хотя аромат действительно очень интересный. Я бы советовала. В нем некоторые есть ягодность, есть некоторая пудровость, есть некоторая тягучая сладость, но он менее сладкий, чем оригинальный Ангел. И более такой универсальный, немножечко более пудровый, менее землистый, менее горчинку показывает. Очень хороший аромат. Советую понюхать. Особенно если оригинальный Ангел Eau de Parfum вам пришелся не по вкусу и стал в горле комком. Если вы хотите все же себе Ангела, попробуйте Eau de Toilette. Это действительно другой аромат. И опять еще один сакрилиш, так сказать, попрание. Есть у меня вот такой вот, в довольно-таки большом формате, 2 мл. Даже он был ровербол маленький. Опиум от Yves Saint Laurent. Это был Eau de Parfum. Что могу сказать? Сейчас идет агитация, рекламная кампания и большой ажиотаж вокруг этого запаха. И должна сказать, что понимаю почему. В настоящее время в парфюмерии доминируют достаточно сладкие ароматы. И это является фактически нормой. Этот опиум, это очень сладкий аромат, но он не противно сладкий. Более того, в нем есть нечто даже интересное. Есть вот эта вот кофейная горечь и вот этот вот запах немолотых кофейных зерен. Действительно присутствует в этом аромате. Именно в Eau de Parfum. Вот этот туалет я еще не мерила на себя. Нюхала только на бумажке-тестере. Ну, конечно, об этом рассуждать, понюхая на бумажке, нечего. А этот Eau de Parfum действительно вижу. Почему нравится людям, но он очень сладок. И, к сожалению, эта сладость перебивает все другие ощущения, которые возникают. Принюхиваясь к этому аромату. И для меня, к сожалению, опять-таки это неприемлемый аромат. На моей коже у меня такая кожа, которая, во-первых, очень быстро испаряет парфюмы. А, во-вторых, она увеличивает женственность ароматов. То есть, если аромат сладок, например, то сладость его будет умножаться на моей коже. Если в аромате есть ваниль, тонко, бин и так далее, вабы тонко в смысле, моя кожа будет их как под увеличительным стеклом. Проецировать. В общем, такая особенность исключает многие действительно сладкие ароматы. Просто потому, что они начинают пахнуть корецом на мне. То есть, такой сладостью, что уже просто не вынести. Тошнотворной, липкой сладостью, от которой хочется искупаться. По этой причине многие сладкие ароматы я просто не могу на себе носить. Хотя не раздражают они меня на других людях. Но вот на мне очень-очень раздражает. Опиум был один из таких ароматов. Хотя получала я много комплиментов. От, допустим, нашего бармена, когда мы ездили отдыхать. У нас был определенный бармен, к которому мы ходили в резорте, в котором мы отдыхали. Мы ходили именно к нему, потому что он делал самый потрясающий кубинский кофе. Очень-очень-очень вкусный кофе. Я брала латте и хотела пить латте только у него. Он много раз замечал на мне этот аромат. Носила я его дня четыре подряд. Потому что два миллилитра достаточно. Он у меня задавал вопрос, что за аромат, чтобы ему жене купить. И задавали вопросы другие люди тоже. То есть аромат заметный. Он шлифит нормальным количеством. На расстоянии вытянутой руки вы его почувствуете. А очень дальше, чем вытянутая рука, может быть и нет. И это хорошо. Потому что в основном, когда мы вокруг других людей, не нужно их душить своим присутствием. Это невежливо. Но, конечно, этот аромат средней стойкости. Тяжело найти ароматы, которые очень хорошую стойкость имеют. Ангел один из них, кстати. А вот этот вот черный опиум имеет неплохую стойкость. Средний шлейф, средний сияж у него. И аромат приятный. И есть в нем эта интересная горчинка. Есть в нем что-то такое особенное и самобытное. Но этот аромат не для меня. Это аромат для тех людей, которые могут носить очень сладкие ароматы. В общем, это все. Я рассказала вам о своих пустых ароматных баночках. Разных. Почти все пустые. Кроме, конечно, Дэвида Юрмана, которого я уже не могу вынести протекание. Это просто на нервы действует очень сильно. Надеюсь, у вас все хорошо. Настроение хорошее. И все здоровы. Пока.